Всем привет, мы продолжаем проходить X-Street Terran Conflict, и остановились мы на том, что нам теперь нужно кого-то скортировать. Смотрим, что в моих миссиях. Лейтенант Сэмуэль Плинтер. Нам нужно туда лететь. Ладно, хорошо, полетели. А, кстати, надо оружие выставить. Установить лазер. Всё, я теперь вообще монстр. А наши рапиры продам потом как-нибудь. В принципе, не к спеху. Ракеты не продал. Ну, тоже не к спеху, ладно. Ненавижу эскортные миссии, но что поделать. Врата разбитые. Не понял, откуда они тут взялись. Я действую участие в патронировании. Это задание, обыкновенный эскорт на Венеру. Там кругом корабле ОКК и ООГ, так что проблем быть не должно. Большая Шишка будет следить за вами, так что соблюдайте строй, постарайтесь ни во что не вляпаться. Ну, вперёд! А может не надо, я не люблю, когда за мной следит, Шишка. Как-то это странно. Давай за тобой будем следовать. Земной кабарь. Автопилот включён. Эй. Давай вот так вот. Твою мать! Хорош ты эскорт! Врезался в того, кого защищать должен. Блин, по-моему, в Риунионе так жёстко не тупил автопилот. Эти какие-то дегенераты. Цель отсутствует. Врата ОС астероидов. Вход в систему. ОС астероидов. Упал, это как там оказался? Земной кабарь. Давай ещё раз рискнём. Надо следить за этим затупком. Автопилот отключён. Автопилот отключён. Вот где-то ускоритель. Давай быстрей. Давай, с разбегу. Что ты тормозишь? Берёв. Бочина я тебя засосала. Вход в систему. Марк. Кстати... А, вот, верфь на Марсе есть. Хорошо. Земной автопилот включён. Ты пока это, а я своим придуркам прикажу стыковаться. А, ну, в принципе, можно так. Одну рапиру себе оставлю, всё остальное продам. Всем кораблям. Один из кораблей-тераформеров прорвался сквозь наши ряды в поясе астероидов. Он направляется к Марсу. Он сильно пострадал. Бедняжечка. Что предлагаете с ним сделать? Может, я не вовремя своим кораблям дал команду туда лететь? Корабль-тераформер вошёл в орбиту Марса. Перехватите его силами ОКК и АОГ. Твою мать, это капитал, что ли? Флот-тераформеров на орбите Марса. Всем кораблям в атаку. Уничтожьте этот прыжковый маяк. Хорошо. Сейчас замутим. Где прыжковый маяк? Что мне надо делать? Где он? Да мне ещё пока надо защищать его. Ну, ребятушки, делайте чё-нибудь. А я сопровождаю. А, чёрт мои, вовремя прилетели. Рапиры. Аккуратней. Ладно, полетели туда Пойду ксенонов чуть по... Блин, ну в смысле вот так вот Прыжковый маяк, где он? Моя задача не такая, ладно Полетели сюда Трансорбитальный ускоритель Тут есть кому, я думаю, разобраться Да чтоб тебя Ой, мой второй прилетел В смысле третий Вход в систему О чем это за задание? Официальная станция защиты Мои миссии Ну правильно, Венера Причем здесь Нептун написала Стрековка разрешена Автопилот включен А посмотрим, как мой этот Долетит или нет? Или его атакуют? Все, вроде не гонятся за ним Отлично Долетит или нет Официальная станция Стрековка выполнена Добро пожаловать на борт земной станции Контакт Ну тут Совсем коротенькая миссия была Свяжемся след со следующим Прибыл Чем могу помочь? Прибыл Здесь он вам пригодится Мы свяжемся с вами Когда у нас будет Новое задание для вас Слушайте, мне нравится Как вы мне Выдаете корабли Аргонский исследователь Последнее пополнение Боевого флота Федерации Этот легкий Универсальный истребитель Обладает высокой маневренностью И вооружен Двумя лазерными установками Однако как и Аргон Еще и в прыжковый двигатель Можно его зафигачить Не участвовал в реальных сражениях Этот корабль Является также Одним из основных Тренировочных Истребителей Аргонских пилотов Только импульсная пушка Получает право управлять Более сложными Охотником И новой Ну Ладно Неплохо А с чем торговать могу? Что тут есть? Страховка мы пока не будем Тут ракета Вот Огненное копье Хотел продать Ракета Огненное копье Продано Типа Утергейсты тоже продам Все Больше ничего нету такого Рулевой оптимизируем Блин дорого Этот сервис не займет Оптимизация рулевого управления Установлено Ну что поделать? Пока что так Все Взлетаем Полетели Пока мы ожидаем приказов Продадим Южные врата Трансорбитальный Ускори автопилот Включен Подожди Ты что? Прям тут стоишь что ли? Стыкуйся с Стыкуйся с Со станцией защиты Команда принята Не стой столбом Вход в систему Мат Автопилот Отключен Вет Я так торговать не могу Не могу Не могу пока Ну ладно Давай пристыкуемся Стыкуйся Разрешена Автопилот включен Продадим Продадим Вручную Оставим себе Исследователя Эти все три Тогда продадим Или наоборот Ну сейчас посмотрим По характеристикам Что оставить А что продать Стыковка выполнена Добро пожаловать На борт Земной станции Контакт С местной Торговой сетью А че это одна рапира Так дорого стоит? О какая Использует Скоростную И маневренную рапиру Для погружевания Отдаленных частей Солнечной системы И выполнения Разведывательных Задач На вражеской территории А я пушки снял С двух А с этих нет Хорошо Продадим Вот эту Да в принципе Все три продадим Теперь я богат Сенаторский советник Хорошо Взлетаем отсюда Возвращаемся Жидаем приказа Автопилот Включен Во Поберите Командер Джексон Это станция Автопилот Отключен Где нам с ним поговорить Трансорбитальный Ускоритель Марс Автопилот Включен Полетели Вход в систему Марс Автопилот Отключен Трансорбитальный Трансорбитальный Ускоритель ОЭС Астероидов Ух Ух Вход в систему ОЭС Автопилот Отключен Врата Край Еретиков Автопилот Включен Вход в систему Край Еретиков Автопилот Отключен Так мы снова в крае Еретиков И готовы Взять Новую миссию Арбитальная станция Защиты Стыковка Разрешена Автопилот Включен Так Замечательно Теперь Связываемся Командер Марк Джексон Чем могу помочь? Здравия желаю сэр Пилот Говорит командер Джексон Эти неизвестные Корабли ААИ Похоже сделаны из материалов Произведенных В Содружестве Вероятно их создали Искусственно Это не продукт Эволюции ксенонов Данные по технологии Терраформеров Были получены Во время инцидента В Солнечной системе Наряду со многими Другими Любой из тех Кому попала Эта информация Может воспроизвести Эту технологию Вы встретитесь С тайным агентом ОКК Капитаном Перли Он проводил Расследование В отношении всех рас С целью Выяснения их Действительного отношения К разработке ААИ И возможностей В этом направлении Если кто то и знает Кто стоит за всем этим То только он Конец связи Хорошо Полетели Блин Путешествие на Тано Далеко отсюда И поэтому М5 дали Но воевать на нем Так себе Поэтому я полечу На своем Основном корабле Вам все равно Монтаж Исправить все Долго не будет А я потерплю Дома Систему Круг труда Уп Подожди Ну это Южные Врата Врата Елена Автопилота Внутри Вход в систему. Омикрон, лиры. Автопилот отключен. Врата. Сундук, сокровищ. Автопилот. Вход в систему. Сундук, сокровищ. Автопилот отключен. Так, теперь восток. Восток у меня не открыт еще. Врата. Черное солнце. Автопилот включен. Черное солнце. Вход в систему. Черное солнце. Автопилот отключен. Врата. Путешествие Натана. Автопилот включен. Вход в систему. Утешествие Натана. Автопилот отключен. Вот наша целевая хрень. Аргонская торговая станция. Целевая хрень. Торговая станция. Мы у тебя пристыкуемся. Басту, вы опоздали. Летите за моим кораблем. Вперед. Хорошо. Аргонская элита. Какая-то худенькая на вид элита. Аргонский элита. Окей. Канал связи открыт. Прекрасно. Теперь нам будет проще поговорить. Аргонцы могут следить за нами. Извините, что назвала вас Басту. Меня зовут Патрисия Хейвуд. Я из АОГ. Мы с Перли работаем в этих аргонских секторах. Похоже, мы слишком задержались здесь. Мне известно, что пару часов назад Перли взломал информационный порт на торговой станции аргонцев. Буквально через минуту его арестовали. Его отправили в сектор, который контролирует аргонская армия. Нам нужно сообщить об этом ОГК. Я отправила им ряд сообщений. Но они ничего не могут сделать. Перли и я работаем тайно. Мы выдаём себя за аргонцев. Если одного из нас хватит, ОГК не сможет помочь без риска пойти на открытый конфликт с аргоном. Не думаю, что сейчас они могут на это пойти. Мы должны сделать это сами. Я не получал такого приказа. Тетя, о чём же? Кто-то строит АИИ, и мы должны остановить их. Вы знаете, на что способны АИИ? На этот раз они могут уничтожить землю и всё, что нам дорого. У нас есть все основания полагать, что Перли подобрался к разгадке этой тайны и почти выяснил, кто стоит за всем этим. Я знаю, как можно попасть в сектор военных. Это займёт немало времени, но думаю, что мы сумеем добиться успеха без единого выстрела. Нам нужно переговорить с агентом Тиладзи из соседнего сектора. Вперёд! Хорошо. Полетели. Врата Пустоши. Автопилот включён. Пустоши-ка-пустоши. Вход в систему Пустоши. Автопилот отключён. Ну, извини меня, это уже не соседний сектор. Тут ещё на следующий лететь. Врата Пустоши. Полночная звезда. Автопилот включён. Ну, мы полетим. Без проблем. Вход в систему. Большая биржа. Во! Большая биржа. Фабрика грёз. М-бэта. Нихрена себе! Это что тут летает? Вторжение целое. Да, у меня задание стыковаться с ними. Да. Стыковка разрешена. Автопилот включён. Какое счастье видеть вас снова, лейтенант Хейвуд. Но боюсь, что ваше дело, в чём бы оно ни заключалось, сегодня должно подождать. Я очень занят. Конечно, если только вы не хотите приобрести ценную информацию. Сейчас нам нужна не информация, а помощь. Аргонцы схватили пирли, и нам нужен доступ в аргонский армейский сектор М-148. У вас есть права на торговлю и допуск в этот сектор, так? Мы хотим совершить небольшое торговое путешествие. А зачем мне это делать? Это риск потерять мой контракт и много кредитов. Мне нужно что-то взамен, чтобы покрыть возможные потери. У меня есть идея. Как всегда, о технологии не может быть и речи. Я не это имел в виду, но рассуждения о ваших законах и правилах всегда поднимают мне настроение. Один мой давний партнёр, тоже Теллади, недавно вышел на... Блин. От лица председателя корпорации Теллади желаем вам высоких доходов и приветствуем вас. Контакт с местной торговой сетью. Давай, ящерка, продолжай, что нам делать? О, вы сетью. Итак, я, в общем, подсмотрел, что говорит ящерка, нас перебили. Нам понадобится пойти завалить контрабандиста, который везёт контрабандный товар. Но мы не хотим терять репутацию. Нам нужно сначала, во-первых, купить сканер грузов. И, во-вторых, лицензию полицейскую, Телладийскую взять, чтобы это было всё законно и не потеряли репутацию, чтобы нас не покраснели все там внутри. Поэтому, сейчас я вне камеры этим займусь. Ну, повышением репутации и приобретением не принимаю. И без единого выстрела нужно действовать очень осторожно. Эти югодонки наверняка предадут нас. Но мы не должны ухудшать наше и без того паршивое положение, если не уверены на все 100%. Вот, собственно, она об этом и говорит, не надо ухудшать наше положение. Поэтому, сейчас я займусь набиванием репутации из Теллади, чтобы купить лицензию. И вернёмся уже в следующей серии, продолжим миссию. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До встречи.